Добрый день, меня зовут Настрая Юлиана, я ученица 8 класса. Темой моего доклада является «Игрушки в технике сухого валяния» по мотивам якутских стихотворений Константина Туярская и Яхай Чохай. Целью моей работы является создание игрушек в технике сухого валяния. Задача. Первое. Изучить историю ознакомления изделий из шерсти и выяснить, когда и где появились первые изделия из шерсти. Второе. Профессия инкетирования по изучению степени ознакомленности среди натриальных классов в технике валяния. Третье. Изучить технику сухого и мокрого валяния. Четвертое. Изучить технику сухого валяния. Актуальность. Сегодня у войлока второе рождение. Войлок – это натуральный материал, подаренный нам природой, и люди все чаще обращаются к другому уникальному материалу. Владея секретами валяния, можно создавать удивительные вещи – одежду, сары, поделки, игрушки и многие другие. Объект исследования технологии сухого валяния. Предмет исследования игрушек в технике сухого валяния. Новизна создания игрушек по мотивам якутских стихотворений Константина Туярска и Яхай Чурхай. Практическая значимость работы игрушки можно использовать на уроках национальной культуры, литературного чтения в качестве литературных героев. Для того, чтобы выяснить, актуальна ли эта тема в настоящее время, я решила провести опрос среди учащихся четвертого класса. Опрос проводился посредством анкетирования вопросов, приняли участие 18 учащихся. Вывод. В данном случае мы видим, что уровень информированности о технике и способах валяния шерсти недостаточны. Мало кто знает, что из шерсти можно делать замечательные вещи. При этом нельзя не отметить, что эта тема детей заинтересовала, и многие хотели бы побольше об этом узнать. Обращает на себя внимание и тот факт, что большинство детей хотели бы иметь игрушки из волока. Технологическая часть. Для своих игрушек использовала рисунки по мотивам стихотворения Яхарича Харько-Константина Туярской. Для своей работы я использовала шерсть-кордачос. По структуре подходит для валяния игрушек. Использовала игру под номером 36-38. Основу кукол валяя сухим способом. Для одежды подходит мокрое валяние. Первое для туловища. Берем порядку шерсти. Спутываем ее в руках. Примируем облачко. Начинаем обваливать шерстью. Далее для утолщения обматываем шерстью, протыкая насквозь иглой в различных направлениях. Второе. Формируем голову из шерсти. Приваливаем голову к туловищу. Лицо куклы декорируя шерстью. Одежда валяет цветным кабдочосом. Шапки и валенки валяем мокрым методом. Заключение. Таким образом пришла к выводу, что игрушки имеют практическую значимость, что игрушки и куклы можно использовать на уроках национальной культуры, литературного чтения и в качестве литературных героев. Второе. Игрушки, сделанные своими руками, имеют свой характер, свою душу, свой образ. Субтитры создавал DimaTorzok